Сегодняшняя игра для молодежного состава футбольного клуба Сочи – третья домашняя. Последние четыре матча барсы провели на выезде. Встречи с ЦСКА, Оренбургом, Уралом и Рубином нашим футболистам очков не принесли. Ну а сегодня на стороне сочинцев не только домашние стены, даже погода. Мы тренируемся тоже в жару, так что может быть даже локомотиву будет сложнее. У них в Москве погода немножко отличается от этого, нам как бы более привычно. Настраиваемся на победу, мы работаем, стараемся. Где-то не хватает завершений, где-то удачи просто не хватает. Работаем, настраиваемся на каждый матч, будем бороться за победу. Позитивные прогнозы начали сбываться уже на 17-й минуте матча. Дальний угол ворот москвичей поразил полузащитник Сочи Никита Колдунов. Матч проходил в полдень, но на трибунах, несмотря на будний день и палящее солнце, все равно собрались болельщики. Просто поклонники футбола и те, кто планирует играть в него профессионально. Чтобы на примере немножко старших ребят, которые здесь присутствуют, играют в футбол, чтобы могли совершенствовать свое мастерство, чтобы учились. Удивительно, но и фанатский сектор москвичей тоже не пустовал. Среди болельщиков можно было увидеть с первого в истории России олимпийского чемпиона по скелетону Александра Третьякова. Он выступает за ЛОКО. Остальные приехали в Сочи поболеть за основной состав футбольного локомотива. Я с 99-го года болею за команду, и поскольку я оказался в Сочи, решил поддержать нашу молодежную команду в этом прекрасном городе. Наша молодежь – это наше будущее, и мы считаем, что их нужно поддерживать в любом случае. Мы приехали болеть за нашу основную команду, но поскольку мы здесь оказались, мы решили также поболеть за молодежь, чтобы их поддержать, чтобы они вышли вперед. Конец первого тайма порадовал болельщиков локомотива. За грубое нарушение арбитр удалил футболиста Сочи Семена Суриновича. Во второй половине матча удержать счет в меньшинстве барсы не смогли. Итог игры 1-1. Теперь в активе Сочи 6 очков и 14 место в турнирной таблице. Железнодорожники занимают третью строчку, у них 17 очков. Лидирует в первенстве России среди молодежных команд «Зенит» с 19 очками. Добавлю, что календарь игр молодежного первенства привязан к календарю российской премьер-лиги. Матчи проходят за день до игр основных команд в чемпионате. Сочи и «Локомотив» встретятся завтра на стадионе «Фишт». Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».